Розаевский суд огласил приговор 43-летнему местному жителю, который до смерти избил своего престарелого отца. Все произошло 25 июля в одной из квартир города железнодорожников. Пьяному сыну не понравилось высказанное в его адрес грубое слово от родителя. Из-за этого в семье произошла трагедия. В ходе установления обстоятельств произошедшего сотрудники правоохранительных органов выяснили, что из-за проблемы со здоровьем пожилой мужчина с трудом передвигался по квартире. Проходя мимо сына, он выразил в его адрес нецензурную брань. Разозлившись, родственник несколько раз ударил отца в область грудной клетки, а когда пенсионер упал, продолжил избивать ногами. Потерпевший не смог самостоятельно подняться и через некоторое время умер. Сын вызвал скорую и пояснил медикам, что отец упал сам. Однако его версия была опровергнута судебно-медицинскими экспертами на вскрытие. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила от тупой травмы тела и множественных переломов ребер. Но нерадивого сына в СК возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Мужчину арестовали, свои вины он не отрицал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Еще одна 41-летняя жительница Рузаевки готовится предстать перед судом за убийство своей подруги. Напомним, 12 сентября горожане рядом с домом по улице Чернышевского обнаружили тело 31-летней женщины и сообщили в полицию. Проведенное судебно-медицинское исследование установило, что смерть потерпевшей наступила в результате колото-резанного ранения в область сердца. В ходе выезда на место происшествия полицейские установили причастность к произошедшему 41-летней знакомой погибшей. Сценарий убийства был классический. Застолье с алкоголем в доме общего знакомого, конфликт между подругами, а затем трагические последствия. Из-за малозначительного повода произошла ссора. В процессе выяснения отношений обвиняемая взяла кухонный нож и нанесла удар в область сердца потерпевшей. От полученного телесного повреждения пострадавшая скончалась на месте происшествия. В отношении горожанки следователи СК возбудили уголовное дело по статье убийства. По решению суда ее заключили в СИЗО. Вину женщина признала. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение по делу, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Екатерина Чермянина. Программа происшествия.